Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы приветствуем вас на нашем заседании по нефрологии, посвященном отдельным важным вопросам в практике терапевта. Не теряя времени, давайте начнем с вами работу. И мы построили нашу программу таким образом, что первый доклад посвящен той теме, которую мы не могли пройти мимо, касающейся инфекции, новой коронавирусной инфекции. И первый доклад я предоставляю слово профессору кафедры внутренних профессиональных болезней ревматологии Сеченовского университета, доктору медицинских наук Чеботаревой Натальи Викторовны. Пожалуйста, Наталья Викторовна. Глубоко уважаемые коллеги, доброе утро. Итак, за время пандемии новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, стало понятным, что спектр органных повреждений при этой инфекции очень широк. При этом поражение почек является одним из факторов тяжелого течения COVID-инфекции и неблагоприятного прогноза. Но результаты, опубликованные в настоящее время, которые касаются повреждения почек, при COVID-19 разнятся, и особенно по частоте поражения. Итак, целью нашего исследования на нашей российской когорте пациентов определить частоту, клинические проявления и факторы риска поражения почек у больных COVID-19 и оценить влияние почечного поражения на прогноз. В исследовании было включено 1280 больных, госпитализированных в первую волну COVID-инфекции с апреля по июнь 2020 года и 360 больных, госпитализированных с октября по февраль 2021 года во время второй волны COVID-19. Диагностика COVID-19 проводилась стандартно на основании положительного ПЦР-теста мазок из носоглотки и на основании типичной картины компьютерной томографии легких, которая выполнялась всем пациентам при поступлении, оценивался процент вовлечения легочной паранхимы и степень поражения легких. Медиана возраста обследованных больных составила 63 года, соотношение мужчин и женщин было один к одному, около третьих пациентов страдали артериальной гипертензией, ожирением, одна пятая с сахарным диабетом, 10% пациентов, у 10% пациентов отмечалось тяжелое течение болезни. В исследуемой когорте лабораторные данные были оценены в динамике, при поступлении и в динамике. Учитывались максимальные показатели во время госпитализации, оценивали изменение белка в моче, изменение мочевого осадка, также были зафиксированы максимальные и минимальные показатели креатинина, калия, маркеров воспаления, прокальцотонина в отделении реанимации интенсивной терапии, показатели гемостаза, ЧТВ, МНО, фибриноген, дедимер и количество тромбоцитов. В результате исследования мы получили следующие данные. У 50% пациентов была выявлена небольшая, в основном следовая протеинурия. Что касается мочевого осадка, то изменения также были нестабильными. Ликоцитурия выявлялась несколько чаще, чем эритроцитурия. Хотя вклад и значение COVID-инфекции в изменение мочевого осадка все-таки требует дальнейшего подтверждения и наблюдения. Приблизительно у 9% пациентов отмечалась гипокалиемия. Предполагают, что снижение уровня калия в крови связано с повышением экскреции калия с мочой. Возможно, за счет нескольких механизмов. За счет активации ангиотензина-2 либо приема лекарственных препаратов, в том числе диуретиков, кортикостероидов. Но также возможно и поражение клеток канальцев за счет прямого действия вируса и развития цитокинов на клетке канальцев и развития канальцевой дисфункции. В одной из работ итальянских авторов было показано, что у подавляющего большинства пациентов гипокалиемия была связана с повышением экскреции калия с мочой. У приблизительно половины авторы связали гипокалиемию с диуретиками. Однако у 23% лекарственного фактора как причины гипокалиемии установить не удалось. И поэтому вопрос о канальцевом повреждении и электролитных нарушениях в связи с этим повреждением остается до сих пор открытым. Итак, в исследовании мы отмечали следовые небольшие уровни протеинурии, которые составляли менее 1 грамма на литр. Лишь у 3% протеинурия превышала более грамма на литр. Более того, она носила транзиторный характер, то есть появлялась и исчезала во время госпитализации. Среди факторов, влияющих на появление протеинурии, факторами риска, были низкие уровни лимфоцитов и тромбоцитов. Это отражает, как известно, активность острой вирусной инфекции. И об этом же свидетельствует и транзиторный характер протеинурии. По большому счету, она не имела большого клинического значения. На втором месте по частоте, но на первом месте по клинической значимости следует отметить острое почечное повреждение, которое определялось в нашей когорте согласно критериям КИДИГа на основании сопоставления максимального и минимального уровня креатинина во время госпитализации. Критерии представлены на слайде. Согласно этим критериям острое почечное повреждение кумулятивная частота ОПП составила 29% независимо от стадии ОПП. Из них приблизительно 3% пациентов имели тяжелые выраженные почечные повреждения и потребовали проведения гемодиализа. При сопоставлении групп с острым почечным повреждением и без острого почечного повреждения мы выявили различия по возрасту достоверной, по сопутствующим заболеваниям, артериальной гипертензии, сахарному диабету, ну и по тяжести течения COVID, необходимость проведения инвазивной вентиляции легких, шоку, острой дыхательной недостаточности. Кроме того, различия выявлены также достоверные по уровню воспалительных маркеров и маркеров гемостаза. При использовании линейной регрессионной модели на риск развития острого почечного повреждения у больных COVID-19 влияли возраст старше 65 лет, увеличение воспалительных маркеров и удлинение АЧТВ. Среди них наибольшую площадь под кривой имел показатель цереактивного белка более 125 мг на литр. Если рассматривать пациентов, которые находились в отделении реанимации интенсивной терапии в критическом состоянии, мы видим значимое увеличение не только показателя цереактивного белка, но и прокальциотонина у больных с тяжелым острым повреждением почек третьей стадии, что свидетельствует не только об активации процесса цитокина в цитокиновом шторме, но по-видимому и присоединении бактериальной инфекции, бактериального сепсиса у этих больных. Кроме того, также было отмечено достоверное повышение уровня дедимера, снижение количества тромбоцитов и удлинение АЧТВ у пациентов с острым почечным повреждением третьей стадии, что свидетельствует, по-видимому, о росте числа больных с синдромом диссеминированного трисосудистого свертывания вот именно в этой тяжелой группе больных. Мы провели многофакторный регрессионный анализ и независимыми факторами риска острого почечного повреждения были исходное снижение функций почек, наличие хронической болезни почек до инфекции, тяжелое повреждение легких с необходимостью респираторной поддержки, конечно же активации цитокинов и наличие декомпенсации кровообращения хронической сердечной недостаточности. Показатель смертности у больных COVID-19 также повышался согласно тяжести, пропорциональной тяжести острого почечного повреждения, что наглядно видно в общей группе больных. У пациентов отделение реанимации интенсивной терапии вот эти тенденции несколько размыты, но явно видно повышение показателя смертности у больных с острым почечным повреждением тяжелым, третьей стадии. Итак, при присоединении острого почечного повреждения в общей группе риск смерти, по нашим данным, возрастал в 4 раза, а при УПП третьей стадии он был выше в 6 раз. Поэтому, несомненно, ОПП является фактором риска неблагоприятного прогноза и наряду с дыхательной недостаточностью, необходимостью в оксигенотерапии, респираторной поддержке, неинвазивной, инвазивной вентиляции легких, наряду с цитокиновым штормом. При включении в многофакторную регрессионную модель препаратов, которые использовали для лечения этой группы пациентов, оказалось, что кортикостероиды достоверно снижали риск смерти в 2,5 раза. Биологические препараты также снижали риск смерти, хотя не было получено достоверной статистической значимости. Итак, если посмотреть на результаты других исследований по острому почечному повреждению, которые опубликованы в настоящее время, то и процент ОПП, и смертность в общем-то значительно варьирует в различных когортах. И при анализе этих когорт понятно, что тяжесть и частота ОПП зависела от количества сопутствующих заболеваний артериальной гипертонии, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, осложнений и тяжелого течения. Мы провели многофакторный анализ, метаанализ нескольких исследований и определили, что, в том числе включая наши данные исследования, и определили, что при присоединении ОПП риск смерти среди госпитализированных пациентов с COVID в целом составляет выше приблизительно в 7 раз, чем у больных без острого почечного повреждения. Ведущий механизм почечного повреждения в общем-то до сих пор не ясен, не определен, обсуждается несколько механизмов. На самых ранних этапах предполагали прямое циэтопатическое действие вируса на почечную ткань, но позднее, в более поздних исследованиях не было показано наличие вируса в почечной ткани и также в моче. Таким образом, по-видимому, наиболее важное значение имеет опосредованное повреждение почечной ткани. Например, цитокинами, либо циркулирующими в циркуляции при цитокинном шторме, либо продуцируемые локально клеточными инфильтратами почечной ткани, макрофагами и нейтрофилами. Не менее важным механизмом повреждения считают повреждение эндотелия сосудов за счет активации комплимента и активации гиперкоагуляции, нарушения гемостаза, в том числе локального. Известно, что макрофаги продуцируют тканевой фактор, а нейтрофилы инфильтратов, которые привлекаются в область воспаления, высвобождают внутриклеточные содержимые, ферменты, процесс, обозначаемый как нотоз, с активацией гемостаза как по внешнему пути, так и по внутреннему пути. Этот процесс называется иммунотромбоз и, по-видимому, имеет очень важное значение при ковид, в том числе и в повреждении почек. По нашим данным, не менее важными в механизмах почечного повреждения являются системная гипоксия и кардиоренальный синдром декомпенсации кровообращения, которые сами по себе оказали независимое влияние как на развитие острого почечного повреждения, так и на показатель смертности больных. Биопсию почки у больных COVID-19 проводят крайне редко из-за тяжести состояния и эти данные не могут быть перенесены на всю популяцию, на всю когорту пациентов. Результаты нефробиопсии, которые опубликованы, показаниями к нефробиопсии были развитие нефротического синдрома или высокой протеинурии с нарушением функции почек. Они все, вот эти морфологические формы повреждения почки, клубочков почек, сочетались, были ассоциированы с повреждением канальцев той или иной степени вплоть до острого канальцева некроза. В случае нефротического синдрома наиболее частыми формами, которые описываются, была коллапсирующая нефропатия болезнь минимальных изменений, однако у большинства пациентов были выявлены гены, мутации гена аполипопротеина 1, который, как известно, и вне инфекции этот ген ассоциирован с развитием фокально-сегментарного гламиросклероза, коллапсирующей нефропатии. Предполагают роль интерферона в развитии поражения почек, ФСГС, так как развитие этой формы варианта гламиролопатии описано при лечении препаратами интерферона. Единичные случаи описаны обострения или развития ДНОВа, мембранозной нефропатии, волчаночного нефрита, воскулита, почечного воскулита и тромботической микроангиопатии. По нашим данным мы не зафиксировали ни одного случая ФСГС или болезни минимальных изменений непосредственно во время COVID-19, но наблюдали другие формы поражения почек гламиролопатии, в частности, га-нефропатия с ОПП, пауце-иммунный нефрит с полулуниями, мембрана пролиферативного нефрита три случая, и, что интересно, три случая тяжелой тромботической микроангиопатии с поражением почек в короткий период времени. Известно, что ТМА, да и другие морфологические формы в патогенезе этих форм имеет значение активации системы комплимента, что сейчас активно обсуждается как причина, одна из причин поражения почек при COVID-19. На следующем слайде представлены два из трех случаев тромботической микроангиопатии с повреждением почек, которые мы наблюдали в нашей клинике. ТМА с развитием острого почечного повреждения и картины микроангиопатического гемолиза, снижение гемоглобина, употребление тромбоцитов, повышение лактат-дегидрокиназа, количество шистоцитов, доказано снижение уровня комплимента, компонента комплимента С3 в крови и циркулирующего мембрана атакующего комплекса у этих пациентов. Применение препарата, блокирующего активацию комплимента, привело к очень быстрой нормализации картины крови у наших пациентов и улучшение функции почек. Особенно у одной пациентки, что позволило продолжение этого лечения, позволило прекратить процедуры гемодиализа. Итак, хотелось бы заключить, что наиболее значимым поражением почек при COVID-19 является острое почечное повреждение, которое определяет прогноз с увеличением риска смерти. Сопутствующие заболевания, в первую очередь, хроническая болезнь почек и декомпенсация сердечной недостаточности, наряду с этакинным штормом и состоянием тяжелой гипоксии, являются факторами риска развития острого повреждения пупок. Нефротический синдром крайне редок при COVID-19. Эти случаи связаны с этакинопосредованным повреждением клубочков, по-видимому, у лиц с генетической предрасположенностью. Но активация системы комплимента может лежать в основе как вторичной тромботической микроангиопатии СОПП, так и в основе развития или обострения хронических заболеваний почек, в том числе гламиролунефрита. Гламиролунефрита. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Наталья Викторовна, особенно за то, что выдержали временное, отведенное вам время на это. У нас есть вопросы в чате, коллеги, наверное, давайте мы бы зададим их во время выделенных вопросов, чтобы мы не выходили из рамок. Тогда, по-видимому, надо поставить следующую презентацию. Наталья Викторовна, тогда вы... Представить? Видно, да, коллеги? Включился микрофон, извините, пожалуйста. Да, работает. Видно, да? Да, да. Да, Ирина Николаевна, я хотела бы представить следующий доклад профессора кафедры внутренних профессиональных болезней ревматологии Бабковой Ирины Николаевны под названием «Поликистозная болезнь почек у взрослых». Популярные вопросы и ответы. Глубоко уважаемые коллеги, но, по-видимому, не только в практике нефролога, но и в практике терапевта довольно часто мы встречаемся с этой проблемой. И мне хотелось бы построить свое выступление таким образом, чтобы мы разобрали с вами наиболее популярные вопросы, которые задают наши пациенты нам. Всем хорошо известно, что поликистозная болезнь почек это генетически обусловленный патологический процесс, который связан с образованием и прогрессированием кист в почках, который происходит из эпителиоцитов канальцев или собирательных трубочек. И он представлен в основном двумя типами заболевания. Аутосомно-доминантным, или ее еще называют поликистозной болезнью почек, потому что она проявляется действительно уже во взрослом состоянии. И аутосомно-рецессивным вариантом, который мы видим уже, заметен уже в утробе матери. Мы с вами разберем поликистозную болезнь почек взрослых. На самом деле это не такая редкая ситуация. Поликистозная болезнь почек является четвертой по распространенности причиной терминальной почечной недостаточности. Это примерно 8-10% всех больных с почечной недостаточности, которые получают заместительную почечную терапию. И если брать моногенно-наследуемое заболевание, то это наиболее частая из этой группы заболеваний. Пациенты, которым диагностируют эту болезнь, часто задают вопрос, а как наследуется, каков риск наследования и передачи потомкам этого заболевания. И надо ответить на этот вопрос, что приблизительно 90% пациентов с аутосомно-доминантной поликистозной болезнью почек имеет ее в семейном анамнезе. Поэтому, конечно, очень важен при опросе пациента обследование родственников. И только 10% пациентов с поликистозной болезнью взрослых у них возникает это заболевание вследствие новых мутаций в генах, которые кодируют синтез белков полицистинов. Вот родители с аутосомно-доминантной поликистозной болезнью почек имеют 50% риск родить больного ребенка при каждой беременности. А СИПСы и родители пациентов с аутосомно-доминантной поликистозной болезнью также имеют повышенный риск болезни. Поэтому для обследования членов семьи рекомендуется хотя бы самое простейшее проведение ультразвукового исследования почек и органов брюшной полости. Часто задают пациенты вопрос, почему развивается поликистозная болезнь почек, потому что думают, что это часто бывает связано с какими-то токсическими факторами, воздействием чего-то извне, надо объяснять, что это генетически обусловленное заболевание, есть несколько его вариантов, потому что оно связано с разными мутациями в разных генах, и они поэтому текут несколько по-разному. Большую часть случаев поликистозной болезни почек представлена аутосомно-доминантной поликистозной болезнью первого типа, 85-90% случаев, когда наблюдаются мутации гена на хромосоме 16p13-3, это, к сожалению, менее благоприятный вариант с большим количеством кист, с более ранним проявлением в возрасте, начиная где-то примерно с 30 лет. И здесь еще очень важно не только, что именно эта мутация в этой хромосоме, то еще какой вид мутации, потому что есть средне-тяжелое течение, а есть тяжелый. Вот тяжелый вариант течения, когда терминальная почечная недостаточность достигается уже в возрасте 55 лет, связана с мутацией, которая происходит с обрывом трансляции и образованием такой усеченной дефектной молекулы полицистина-1. Вот эти пациенты довольно рано выходят в почечную недостаточность, и если есть вот такой отягощенный анамнез в семье, то есть есть члены семьи, у которых выявлялась почечная недостаточность так рано, выявлялись множественные кисты. Это вообще, так скажем, положительная прогностическая значимость вот такой генетической отягощенности, она составляет 100%. Поэтому по семейному анамнезу можно уже примерно предполагать наличие мутации именно в этом гене. Более редкий вариант, который течет более благоприятно, аутосомно-доминантная поликистозная болезнь второго типа связана с мутацией гена кодирующий белок полицистин, локализующийся на хромосоме 4Q22.1. Он характеризуется более поздним возрастом начала, чуть старше 40 лет. Терминальная почечная недостаточность развивается довольно в зрелом возрасте, меньше почечных осложнений, меньше кист, чем при аутосомно-доминантной поликистозной болезни первого типа. И очень схожи вот с аутосомно-доминантной поликистозной болезнью второго типа протекает еще более редкий вариант третьего типа, который связан с локализацией мутации гена ГАНАП, локализующейся на 11Q123 хромосоме, который очень схож по течению с аутосомно-доминантной поликистозной болезни второго типа, возраст проявления старше 40, средний возраст достижения терминальной почечной недостаточности 70-75 лет. И формирование кист почек может здесь проходить без таких больших неренальных проявлений, но в частности без кист печени, потому что наиболее частые внепочечные проявления это именно кисты в печени. Итак, вот теми белковыми продуктами генов полицистина являются белки полицистина. Полицистина 1 и 2 – это интегральные белки, которые играют очень важную роль в межклеточных и клеточно-матриксных взаимодействиях. Они экспрессируются в разных тканях и клеточных популяциях, не только в эпителиоцетах, они могут экспрессироваться гладкомышечными клетками, кардиальными миоцетами. Очень важно, что эти белки работают колокализуясь вместе, они образуют такой функциональный комплекс, вот здесь на картинке представлена ресничка эпителиальная, вы видите, как вместе работает белок полицистины и полицистин-2, вот почему мутации в одном гене, в одном или в другом гене, они вызывают очень схожую картину, потому что вот оба белка работают вместе и регулируют ключевые аспекты поведения эпителиальных клеток. Вот полицистин-1, он действует как механо-рецептор вот в этих ресничках и участвует в адгезионных межклеточных контактах. И он реагирует на наклон реснички по ходу в канальце тока мочи, он запускает кальцийопосредованные сигналы, и если происходит мутация или что-то происходит с ресничкой, нарушаются эти процессы. А полицистин-2, он является неселективным катионным каналом транспорта кальция. И поэтому вот исходя из главных физиологических функций, а именно реагирование на внутриклеточный кальций в ответ на наклон жидкости, на внутриклеточный синтез циклической аденозин монофосфат, который влияет на клеточный цикл деления, на сдерживание МТОР-сигналов, который тоже влияет на пролиферацию клеток, и обеспечивая нормальную полярность канальцевой петели, то есть реабсорбция жидкости. Вот если нарушаются эти канальцы, если нарушаются эти механизмы, то и нарушаются эти механизмы, которые приводят к тому, что увеличивается циклический синтез циклического аденозин монофосфата, это растормаживает процессы пролиферации, клетки бесконтрольно пролиферируют, к этому приводит расторможивание других сигнальных путей, нарушается чувствительность потока тубулогенеза, увеличивается еще дедифференцировка этих клеток, вот почему они часто не только пролиферируют, но еще и озлокочисляются эти кисты. Таким образом, это вот такие ведущие механизмы формирования кисты. Надо отметить, что та жидкость, которая формируется внутри кисты, она еще довольно гормонально активна, в ней содержится большое количество факторов роста, в частности, эпидермального фактора роста, и вот те рецепторы, которые становятся доступны при нарушении полярности эпителия, они становятся доступны действию вот этому такому субметогенному количеству этого эпидермального фактора роста, это тоже регулирует синтез пролиферации этих клеток. Надо сказать, что практически все клетки зародышевые линии несут эту мутацию, но удивительно, что кисты формируются лишь только в небольшой доле нефронов, менее 1%, и это в качестве такого объяснения фокального образования кист предполагает необходимость вторичной соматической мутации, вот когда все эти факторы складываются, мы видим клональную пролиферацию эпителиоцитов, которая приводит вот к такой дилатации канальцев и образованию кист, потом в последующем эта киста замыкается, и вы видите, нарушается полярный синтез, она должна реабсорбировать клетка, она наоборот синтезирует эту жидкость внутрь кисты, это обеспечивает ее рост. Надо сказать, что очень важно, где локализуются кисты, потому что медулярные кисты повреждают гораздо большее количество нефронов, чем кортикальные кисты, вот например, медулярные кисты, каждая популярная собирательная трубочка, она собирает мочу от 4 тысяч нефронов, и если здесь в нижележащих отделах образовалась киста, вы видите, какое количество нефронов выключается из работы. Часто задают пациенты вопрос, а как тогда диагностировать поликистозную болезнь почек, потому что вы знаете, что причиной множественных кист могут какие-то и возрастные изменения, и лекарственные изменения, как вот если вы увидели кисты в почках, несколько сказать, что это поликистозная болезнь? Ну, во-первых, мы обращаем внимание не только на наличие кист в почках, но и типичную картину наличия кисты в других органах. А все-таки, если пока еще мы видим только почки, как диагностировать? Существуют какие-то критерии диагноза у взрослых, например, если в семье есть уже отягощенная наследственность, у кого-то по какой-то линии тоже выявляются множественные кисты в почках. Тогда, если у данного пациента до возраста 40 в лет выявляются хотя бы три и более в обеих почках кистых, это уже критерий аутосомно-доминантной поликистозной болезни почек, а дальше эти критерии более строгие. Чем старше пациент, тем большее количество кист требуется. В возрасте от 40 до 60 лет минимум должно быть две кисты и более в каждой почке. В возрасте 60 лет и старше не менее четырех кист в каждой почке. Вот если есть отягощенная наследственность и вот такие критерии диагноза удовлетворяют, то это действительно вот такой генетический вариант, мы можем его подозревать. Но в том случае, если у взрослых в семье нету такого явного генетического анамнеза, то, конечно, здесь помогает типичная клиническая картина заболевания, подтвержденная данными инструментального обследования. Вот тут-то, конечно, очень важно выявление гена поликистоза. И вот тут важно прибегать к генетическому исследованию, еще прибегая к генетическому исследованию, тогда, конечно, когда оценивают прогноз дальнейшего течения, то есть вот в семье, когда выявляется, что ожидать, если скрытая такая клиническая картина, нет такой вот явной одинаковой картине в семейном анамнезе. А что такое типичное проявление, да, что заставит заподозрить этот наследственный вариант поликистоза. Ну, почечные проявления, это, конечно, образование множественных кисток, о которых мы говорили по количеству, их может быть разное, в 100% увеличенные размеры почек из-за того, что растут эти кисты. По мере роста кист появляется боли и дискомфорт, не только в пояснице, они могут беспокоить и в нижней части живота пациентов. Характерно образование камней в этих кистах. Нередко эти кисты осложняется развитием инфицирования или кровотечения в кисты, разрывами их. Ну, и со временем, конечно, заболевание прогрессируется развитием артериальной гипертензии, снижение скорости клубочковой фильтрации с той или иной скоростью, характерной для того или иного фенотипического варианта аутосомно-доминантной поликистозной болезни. И очень характерны внепочечные проявления, вы видите, здесь довольно широкий спектр. По частоте, конечно, чаще всего это кисты печени, дивертикулы кишечника. Могут локализовать изменения и касающиеся сердечно-сосудистой системы. Мы говорили, что эти полицистины экспрессируются разными типами клеток. Вот при сердечно-сосудистой патологии это может быть патология клапанов, это может быть перикардиальный выпад и так далее. Очень характерны бронхоктазы, которые выявляются до 37% пациентов. Могут быть грыжи брюшной стенки, более редкие, но часто вот бывают еще кисты у яичников у женщин и кисты семенных пузырьков у мужчин. И что еще очень важно, зачастую определяющий прогноз пациентов, это разнообразные аневризмы, которые могут локализоваться, могут быть внутричерепными, а могут быть и аневризмы брюшного и грудного в отделе аортов, разрывы которых зачастую определяет прогноз пациентов. Поэтому пациенты, у которых в анамнезе были какие-то приходящие нарушения или состоявшиеся уже инсульты, или непонятные головные боли, они обязательно должны быть подвергнуты исследованию, в том числе с выявлением кист. Надо сказать, что вот течение вот особенно доминантной поликистозной болезни характеризуется тем, что кисты эти образуются фокусно-спорадические, и киста растет, сдавливает окружающие ткани, и это приводит к тому, что со временем повреждается почечная ткань, а вот те нефроны, которые еще не затронуты кистозным процессом роста, и не испытывают еще сдавление этой ткани, они находятся в состоянии гиперфильтрации. И вот поэтому тут такой парадокс, в почке может быть большое количество кист, но еще долгое время мы видим с вами нормальный уровень креатинина и скорость клубочковой фильтрации. И только потом уже со временем, когда почка содержит действительно большое количество кист, постепенно снижается скорость клубочковой фильтрации, а дальше уже с разными темпами она может прогрессировать. Поэтому получается, что долгое время в оценке прогноза не стоит ориентироваться на скорость клубочковой фильтрации. И в такой ситуации долго решали, что взять за тот критерий прогноза для того, чтобы оценивать и прогнозировать дальнейшее течение. Сегодня считают, что таким можно прогнозировать течение, а за основу его взять такой показатель, как объем почки. Потому что, да, конечно, это не такой совершенный показатель, который отражает конкретно функцию почек, но тем не менее было показано, что именно объем почки коррелирует с выраженностью альбуминурии, артериальной гипертонии, темпами снижения скорости клубочковой фильтрации. И поэтому, по сути дела, все прогностические модели обязательно включают в себя определение общего объема почек. Как его можно определить? Существуют специальные программы, объем почек больше, конечно, точностью обладает такие методы исследования, как компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Определяется ширина, максимальная длина и сагитальный размер почки по специальной формуле высчитывается. И общий объем почек – это вот объем правой и левой почки, поврежденной кистами. Вот клиникой МИО была разработана прогностическая модель, которая касается вот тех кистозных процессов, но в первую очередь типичной аутосомно-доминантной поликистозной болезни почек, когда кисты эти диффузно-билатерально расположены, потому что бывает еще при аутосомно-доминантной поликистозной болезни почек атипичное расположение только с одной стороны, сегментарное, асимметричное, которое, конечно, вот в такой ситуации требует дифференциальной диагностики. Это генетически обусловленная болезнь или нет. Но вот если говорить про типичную локализацию, то созданы такие модели, где на основе классификации по общему объему почек, возрасту пациентов предсказывается изменение скорости клубочковой фильтрации с течением по времени вот у этих пациентов с классическим расположением кист. Вы видите здесь вот эту основу, которая составляет эти исследования. В зависимости от того, с какими темпами теряется скорость клубочковой фильтрации, выделено несколько классов. Один А, Б, С, Д, Е. Чем больше буквы по алфавиту, тем больше миллилитров в год теряется. И сегодня даже разработаны вот такие номограммы очень удобные, которые можно, рассчитав объем скорости клубочковой фильтрации, посмотреть вот в возрасте, к какому классу относится тот или иной пациент по темпам прогрессирования. И можно вот, исходя из такой компьютерной программы, рассчитать. Закладывается, конечно, у нас еще эта программа не валидирована, но в принципе их можно легко использовать в клинической практике, потому что вот модель такая вот, она есть, и она разработана, и есть калькуляторы расчета. Ну, например, вот пациент стальки-то лет, имеет вот такой-то объем почки, он относится к вот такому-то классу по классификации клиники МИО, классу риска, и вы можете ему тут заложить в программу, например, какова скорость клубочковой фильтрации будет у него через 4 года. И можно рассчитать эти темпы падения, поэтому можно рассчитать скорость достижения терминальной почечной недостаточности, потому что, ну вот, пожалуйста, наглядный пример. Два пациента одного возраста с одинаковой скоростью клубочковой фильтрации, и видите, фильтрация еще довольно приличная, 91 мл в минуту. Только один мужчина 27 лет имеет объем почки более, общий объем почек более 2 литров, 2 литра 64 мл, а другой мужчина с такой же скоростью клубочковой фильтрации такого же возраста имеет 652 мл в минуту. Разные классы и прогнозируемая скорость достижения терминальной почечной недостаточности в первом случае 42 года, а у другого мужчины в возрасте 70 лет. Вот уже тут мы можем, да, примерно предполагать, что вот тот мужчина, у которого так рано развивается терминальная почечная недостаточность, скорее всего, это наиболее неблагоприятная вот эта вот особенно доминантная поликистозная болезнь первого типа, и не исключено, что это вот эта нехорошая мутация с усечением белка, потому что вот такой вот уже большой объем почек в таком молодом возрасте, и так рано достигающая почечная недостаточность. Вот такой подход к диагностике, конечно, он очень важен к подходу к лечению и алгоритму ведения, потому что если мы видим, что пациент относится к группу быстрого прогрессирования, да, он быстро теряет функцию почек, то, конечно, тогда наряду с оптимальной базисной терапией можно подумать, принять решение о модифицирующей терапии. То есть то, что вмешивается в патогенез образования кист, к сожалению, сегодня мы на генетический фон пока еще не имеем возможности влиять, но вот исходя из тех основных механизмов патогенеза, сегодня предусматривается ряд таких попыток воздействия, торможения образования кист, но они не показаны всем пациентам, все-таки они показаны тем, кто имеет более такое ускоренные темпы падения скорости клубочковой фильтрации. Вот на основе вот таких прогностических моделей можно примерно предполагать. Но как можно повлиять на течение поликистозной болезни почек, потому что это частый вопрос, который задают пациенты. Обязательно оптимально базисная терапия больных с аутосомно-доминантной поликистозной болезнью почек. И здесь будут общие правила, которые мы введем пациентов с хронической болезнью почек. Контроль артериальной гипертензии с достижением целевых показателей. Обязательно контроль всех модифицируемых факторов риска. Потребление калорий, алкоголя, индекса массы тела, коррекции гиперлепидемии. Ограничение обязательно натрия, так как мы подходим к пациентам с ХБП. Ограничение белка умеренное, ограничение потребления фосфатов, да, потому что мы тоже знаем, что это ускоряет процессы падения скорости клубочков и фильтрации. Но вот спецификой является поддержание осмолярности мочи путем увеличения гидротации в течение суток. А в частности мы просим больных принимать жидкость днем и при пробуждении ночью. В среднем это где-то 3-4 литра в сутки. Конечно, надо мотивировать пациентов, потому что приверженность к такой терапии не всегда, так скажем, приветствуется пациентам, потому что и без того часто приходится ходить в туалет. Но надо объяснять, что вот таким путем гидротации диурез, они позволяют регулировать осмолярность мочи. И это подавляет плазменный уровень вот тех белков, которые заставляют расти тех гормональных систем, которые способствуют росту этой кисты и влияют на такие молекулярные механизмы, как, например, тот же циклический аденозин монофосфат, синтез его в почке. Ну, какие на сегодня я за неимением времени не могу все рассматриваемые патогенетические пути посмотреть. Я остановлюсь только на том, который уже получил отражение в международных клинических рекомендациях. К сожалению, пока эта практика еще не адаптирована в России. Но, тем не менее, мы должны понимать, что такие возможности есть. Мы не должны лишать пациентов на такое патогенетическое лечение. И сегодня это назначение талваптана, который снижает связывание вазопрессина с его рецептором в почке. Таким образом, снижает активность аденела циклаза, про которую мы говорили с вами. Она имеет важное значение в пролиферации и росте эпителия клеток. И, кроме того, увеличивает клиренс свободной воды, снижает осмоляльность мочи. И, таким образом, назначение этого препарата позволяет тормозить рост кист, а, следовательно, и темпы прогрессирования скорости клубочковой фильтрации. Я не останавливаюсь на той доказательной базе, но сегодня имеются уже рандомизированные клинические исследования, которые подтвердили эффективность талваптана в торможении, темпов прогрессирования общего объема почек и скорость падения скорости клубочковой фильтрации. Показаниями к назначению талваптана являются, естественно, не все пациенты с аутосомно-доминантной поликистозной болезнью. Здесь вы видите те пациенты, которые имеют довольно ускоренное, снижение скорости клубочковой фильтрации. Таким пациентам, конечно, мы сегодня можем рекомендовать. Ну и за выключение своего выступления я хотела бы обратиться к цитате одного из исследователей, который часто публикует работы, посвященные аутосомно-доминантной поликистозной болезни, что, по-видимому, мы сейчас с вами входим в тот век, когда настало время лечить поликистозные болезни как неопластические заболевания, и, по-видимому, в ближайшее время мы будем видеть шаги к более широкому использованию именно патогенетической терапии. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Спасибо, Ирина Николаевна. Я тогда представляю сразу же следующий доклад. Мы немного выбиваемся из времени. Поражение почек при саркопеническом ожирении. Представляет Швецов Михаил Юрьевич, доцент кафедры внутренних профессиональных болезней и ревматологии Сеченского университета. Пожалуйста, Михаил Юрьевич. Благоуважаемая Ирина Николаевна, Наталья Викторовна, между поражением почек и ожирением существует тесная взаимоотвязь. Хотя, казалось бы, вот эта проблема ожирения служит таким вот полем взаимодействия кардиологов, эндокринологов, и каждый из этих специалистов имеет свое видение этой проблемы. Но и роль нефролога является маловажной, поскольку почки не только являются важнейшим органом мышления при ожирении, но и в то же время нарушение функции почек, которая развивается в процессе прогрессирования нефропатии с терриной с ожирением, приводит к усугублению вот тех основных звеньев метаболического синдрома. Инсулин-резистентность ухудшается, повышается артериальное давление, усугубляется нарушение липидного обмена, и таким образом замыкается порочный круг. Не случайно в 2017 году Всемирный день почки был посвящен проблеме поражения почек при ожирении. В российской популяции число больных, поступающих на гемодиализ, страдающих ожирением, избыточным весом, неуклонно растет с каждым годом. Это отражает общие тенденции в повышенной распространенности ожирения в общей популяции, но и в то же время, по-видимому, отчасти отражает и растущий вклад ожирения как самостоятельной причины развития ХВП и нарушения работы почек. Можно выделить целый ряд заболеваний, которые могут отмечаться при ожирении, связанных с существующей при этом артериальной гипертонии, с сахарным диабетом, и атеростерозом, и, конечно, лекарственные поражения тоже могут иметь место, опухоли почек и мочевых путей. Но на сегодня выделяют отдельную нозологию, отдельную форму поражения почек, именно нефропатия, ассоциированная с ожирением, как новую болезнь, которая имеет свою клиническую картину, свое клиническое лицо. Это дебют с гиперфильтрацией, с высокой скоростью клубочкой фильтрации, в сочетании с альбоминурией, которая нарастает постепенно. И на поздних стадиях, когда уже возникает гламироз, будет формироваться выраженная протонурия, у некоторых больных даже нефротически, хотя в целом частота его считается крайне редкой. И на этой стадии уже клубочкая фильтрация начинает снижаться вплоть до терминальной почечной недостаточности. Есть и морфологические критерии. Это гламироломегалии, то есть увеличение размеров клубочков, и изменение их по типу фокально-сегментарного гламиролосклероза, которое следует отличать от идиопатического фокально-сегментарного гламиролосклероза, являющегося вариантом иммунного поражения почек. Но если говорить о ФСГС при ожирении, метаболическом синдроме, особенность его в том, что склероз располагается, как правило, в области рукоятки клубочков, в области приносящей и выносящей материалы, и называют такой вариант ФСГС перихилярный. Но выделение нефропатии с терминозожирением в отдельную нозологию, отдельное рассмотрение ее представляет большие сложности, потому что на сегодня нет единого видения и самого понятия метаболического синдрома, ожирения, и до сих пор не установлены основные критерии, которые следует учитывать для оценки прогноза больных и тактики их ведения. Хотя действительно проблема ожирения была известна со времен античной медицины, со времен Гиппократа, и она очевидна, как говорится, на лицо, но тем не менее, могу сказать, как практикующий врач, она остается нередко в тени, вне внимания. Мы как-то стыдливо стараемся не акцентировать внимание наших пациентов на проблеме ожирения и не всегда выносим это в диагноз. Но самое важное, что нет единых подходов к определению критериев метаболических нарушений. На протяжении XX века был предложен целый ряд терминов, которые говорят примерно об одном и том же, но все-таки есть ряд особенностей, ряд отличий в подходах. И на сегодня действующие клинические рекомендации есть и посвященные метаболическому синдрому в России, и ожирению, и созданы они и как эндокринологами, так и кардиологами, и есть целый ряд отличий в подходах к определению этих понятий. Но прежде всего диагностика, индекс массы тела, который был предложен Адольфом Кеттеле в 1869 году, еще в середине XIX века, и оказался очень удачным показателем, который уже по данным современных проспективных исследований очень высоко коррелирует с неблагоприятным прогнозом, в том числе и почечным. Но он позволяет выделять различную переходную категорию, избыточную массу тела и различные степени ожирения. Первая, вторая, третья. Вторая и третья, как правило, требуют уже хирургического лечения. Дополняет на сегодня этот показатель окружность талии. Действительно установлено, что не просто большая масса тела, высокий индекс массы тела, но и распределение жира играет большую роль, и когда располагается его большая часть в верхней части тела, выше талии, когда отмечается абдоминальное ожирение, соответственно, будет высокий показатель окружности талии, эта форма представляется наиболее прогностически неблагоприятной. И действительно, индекс массы тела, хочу подчеркнуть, который остается на сегодня пока самым основным, наиболее часто используемым критерием диагностики ожирения и метаболического синдрома, он на сегодня, как было показано, действительно коррелирует с риском развития хронической болезни почек. Частота альбоминурии высокой, существенно выше у пациентов с избыточным весом, особенно у пациентов с ожирением. И, что еще более важно, высокий индекс массы тела тесно коррелируется с риском развития терминальной почечной недостаточности. При даже избыточной индексе массы тела уже в 1,65, больше чем 1,5 раза повышается риск развития терминальной почечной недостаточности. А при первой стадии, при первой степени ожирения уже в 3 раза увеличивается этот риск. Но, опять же, не все так просто. И, например, если мы говорим о пациентах, получающих лечение гемоидеализом, то там индекс массы тела не работает, точнее, работает обратным образом. Это называют обратной эпидемиологией. То есть, если в целом популяция риск смерти будет повышаться, вот эта черная линия, по мере повышения индекса массы тела, у больных, получающих лечение гемоидеализом, по данным этого и целого ряда других исследований, он, наоборот, снижается. И речь идет не только о преимуществах пациентах с нормальным индексом массы тела перед пациентами с дефицитом, но и больные с ожирением, с категориями, которые уже соответствуют избыточному весу и даже ожирением, как вот показано здесь в другом исследовании, будут сочетаться с улучшением, а не с ухудшением прогноза. В то же время креатинин, чем он ниже, тем выше риск смертности, а чем выше, соответственно, вероятность невыкоприятного ввода. Доказатель, который, как мы знаем, характеризуется. В данном случае, когда речь идет о диализных больных, он характеризует состояние мышц, поскольку образуется в мышцах. Поэтому и по данным когортного проспективного исследования снижение веса в процессе лечения и снижение креатинина характеризовались ухудшением прогноза, а наоборот, повышение креатинина и повышение индекса массы тела были благоприятны. Поэтому индекс массы тела на сегодня и в целом при диагностике ожирения метаболического синдрома является не вполне точным показателем. И, как мы видели, при болезнях почек тоже его роль неоднозначна. Одна из причин, потому что высокий индекс массы тела может быть у людей с высокой мышечной массой спортивных и в то же время наоборот, лица с недостаточным развитием мышц но с пивным животиком будут характеризоваться умеренным повышением индекса массы тела недостигающим степень ожирения. Конечно, такие методы, как МРТ позволяют наиболее точно оценить распределение жира и подкожного жира, абдоминального жира, вестерального и, что еще более важно, оценить его накопление внутренних органов в печени и накопление его в мышцах, при этом объем, то есть окружность бицепа, антропометрические показатели могут быть хорошие, но при этом такие мышцы, конечно, функционально будут неполноценны. Вот такие, конечно, возможности современные методы дают, визуализирующие, но это крайне, конечно, дорогостоящие исследования, и применять его на полиционном уровне или широкого применение, конечно, это не подходит. Дополняют на сегодня данные индекса массы тела окружности талии показатели инсулин-реистентности, которые положены в критерии диагностики метаболического синдрома, и индекс HOMO, и индекс HOMO-2, которые можно рассчитать с помощью специальных калькуляторов, а индекс HOMO можно и посчитать просто, без специальных устройств. Высокий индекс HOMO характеризует развитие насулино-резистентности, и он связан с целым рядом осложнений, не только с более высоким риском развития сахарного диабета, но и жирового гепатоза, стритча осложнений, и коррелирует в том числе с развитием болезни почек. По данным Елены Игоревны Ливанковской, которая в клинике Гима Михайловича Тареева, под руководством Гима Михайловича Шилова делала диссертацию, она показала, что индекс HOMO может быть существенно повышен у пациентов с гламированным нефритом, как вот модель ХБП, и отмечается это как у пациентов с гиперфильтрацией, так и у пациентов со снижением клубочкой фильтрации. Достаточно давно было показано, что снижение скорости клубочкой фильтрации, развитие почечной недостаточности сопровождается развитием вторичной инсулино-резистентности. И как показали сопоставления таких показателей, как индекс массы тела, индекс HOMO, окружность талии, между ними существует, конечно, высокая корреляция, но есть категория пациентов, где они не вполне соответствуют. То есть вот это нижний сектор, у которых может быть высокий индекс массы тела, но нет метаболических нарушений, нормальная окружность талии, нормальные показатели инсулино-резистентности, и наоборот, те, у кого индекс массы тела ниже 30, но при этом есть выраженные метаболические нарушения и высокая окружность талии. Таким образом, на сегодня меняются представления критерии диагностики, и мы говорим не только об ожирении, об обноминальном ожирении, уточняя, что это характеризуется накоплением именно висцерального жира, и добавляя к этому показатели инсулино-резистентности, мы определяем метаболический синдром. Но и, соответственно, эти показатели, изменения подходов, они улучшают возможность проследить их связь с поражением почек. Зная точнее, какие обменные показатели, какие критерии в целом влияют на прогноз, мы можем и проследить их влияние на почечную патологию. Поэтому на сегодня считается, что далеко не каждый вариант ожирения является неблагоприятным, так, вот категория лиц, у которых большое количество подкожного жира, но мало висцерального, у которых отмечается умеренная гиперинсулиномия, но нет сниженной чувствительности к инсулину, у них будет лишь умеренное повышение риска среди сосудистых осложнений. Они активны, они сохраняют достаточно мышечную силу, они и физически, и социально активны. В отличие от пациентов, у которых тоже высокий индекс массы тела, но при этом и целый комплекс метаболических нарушений, включая инсулинорезистентность, выраженную дислепидемию, повышение кровоспалительных цитокинов и резкую сниженную толерантность к нагрузкам, которая сочетается с аркопенией. И особо интересный вариант это лица, у которых может быть избыточный вес, или даже нормальный индекс массы тела, у которых нет, казалось бы, ожирения, но есть выраженные метаболические нарушения. Это пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с хронической болезнью почек, у которых при отсутствии выраженного ожирения как такового есть выраженное нарушение углеводного обмена, липидного обмена, и нередко это характеризуется опять же вследствие дисфункции почек, накопления воспалительных цитокинов, что имеет крайне неблагоприятное значение. Поэтому на сегодня уделяют большое внимание определению так называемых адипокинов, то есть веществ, которые вырабатываются в жировой ткани. Там вырабатывается очень много гормонов и кортикостероидов, и женских мужских половых гормонов и так далее, и так далее, но есть специфические для жировой ткани вещества, так называемые адипокины, среди которых особое внимание уделяют лептину, продукция которого нарастает по мере развития ожирения, и адипониктину, который считают таким протектором сердца, мышц и почек, и продукция, которого, наоборот, будет угасать при прогрессировании ожирения. По данным исследований, проводившихся в нашей клинике, продукция лептина резко повышается при ожирении, а продукция адипониктина снижается уже при избыточном весе. В чем важность этих веществ? В том, что лептин связан с активацией гормональных систем, ведущих к повышению артериального давления, связанных с воспалением и с нарушением почечного кровотока. Также ухудшается липидный обмен. И, как показали исследования, повышенная продукция лептина связана с поражением почек и с развитием в почках склероза. В то же время адипониктин, как я уже говорил, является протекторным веществом, который мобилизует стволовые клетки, активирует ангиогенез, подавляет воспалительные реакции, повышает чувствительность ткани к инсулину. И, благодаря этому, высокий уровень адипониктина связан с более благоприятным прогнозом и со стороны сердца, и со стороны сосудов, как показано в данной работе. Но он играет большую роль в поддержании нормального функционирования почек. Адипониктин влияет на подоциты и имеются к нему здесь рецепторы и через данные белки он регулирует их проницаемость для альбумина. Поэтому дефицит адипониктина связан с формированием альбумин урии. Что же касается саркопении. Саркопения это новый аспект в изучении метаболических нарушений. первоначально в центре внимания была саркопения у пожилых у лиц с тяжелыми заболеваниями с гиперкатаболизмом с поражением кишечника с синдромом нарушенного питания с опухолями и так далее. И в том числе с развитием синдрома белково-энергетической недостаточности при ХВП. Но на сегодня особый интерес представляет проблема саркопенического ожирения когда питание вроде бы хорошее но развивается саркопенией. Действительно интересно подчеркнуть что именно с 30 лет у каждого человека постепенно начинает уменьшаться количество мышц их сила и именно с 30 лет начинает угасать и клубочковая фильтрация начинает снижаться СКФ по 1-2 миллилитра в минуту в год. Механизмы развития саркопении при ожирении это не только снижение физической активности снижение толерантности к нагрузкам гиподинамии но и целый ряд взаимодействий метаболических провоспалительных взаимодействий метахидриальная дисфункция которая развивается при ожирении которая связана с которая вызывает угнетение работы мышц и обновление мышечных волокон и конечно целый ряд здесь факторов играет роль я хочу подчеркнуть что мышечные мышцы на сегодня рассматриваются не как исключительно исполнительный орган так же как и жировая ткань не является исключительно неким балластом и то и другое гормонально активные ткани гормонально активные структуры и целый ряд вырабатывается веществ миокинов которые сейчас продолжают активно изучаться открываться новые которые влияют оказывают обратное влияние на жировую ткань препятство накоплению жира и гиперплазии адипоцитов и в то же время оказывают благоприятное влияние на стречо-сосудистую систему и на почки а дефицит мышечной ткани соответственно вызывает негативное оказывает негативное влияние на то и на другое критерия на сегодня универсально не разработаны есть подходы и структурная оценка с помощью тех же методов лучевой диагностики или простой антропометрии но большее значение имеют функциональные методы оценки мышечной силы переносимости нагрузок например тест с оставанием без помощи рук и важнейшую роль на сегодня играет сопоставление вот этих показателей саркопении с показателями обмена в целом и с показателями работы почек на сегодня показано что саркопения является одним из важных факторов которые участвуют в формировании гиперфильтрации характерной для ожирения в то же время при угасании функции почек тоже было показано что по данным крупных эпидемиологических исследований что усиливается увеличивается число лиц с саркопеническим ожирением это вот черные столбики четвертые по порядку вы видите что их уровень растет начиная с квочковой фильтрации ниже 60 резко увеличивается частота этих нарушений поэтому на сегодня существует два аспекта которые следует учитывать участие больных это нарушение функции почек почечная достаточность вы видите что в несколько раз увеличивается риск развития ХВП при наличии саркопенического ожирения и с другой стороны гиперфильтрация поэтому действие двоякое и можно предположить что во втором случае можно рассматривать саркопеническое ожирение как причину поражения почек в виде гиперфильтрации а что касается дисфункции почек то она сама может вызывать саркопеническое ожирение поэтому это две формы разные возникающие на разных стадиях ХВП играющие разную роль и что важно подчеркнуть особенно интересна данная работа что независимо от наличия ожирения независимо от показателей инсулин резистентности наличие пресаркопении даже не саркопении а пресаркопении было связано по данным разных индексов было связано с разливием гиперфильтрации поэтому самая ранняя самая начальная форма саркопении крайне нелогоприятная для почек ну и даже как мы говорили про адипокины простите также есть миокины и среди них сейчас активно изучается и резин пептид который продуцируется перечнополосатыми мышечными волокнами и регуляция липидного углеводного обмена и было показано что при нарушении функции почек то есть на четвертой стадии хбп существенно в два раза почти уменьшена продукция и резина по сравнению с пациентами с сохранной функцией почек поэтому на сегодня резин рассматривают не только в нефрологии но и как кардиопротектор как вещество благоприятно влияющие на состояние легких эндотелия препятствующие онкозабливаниям но в то же время он оказывает протективный эффект на почке поэтому на сегодня очень важно воздействовать на этот фактор и есть для этого на сегодня подходы не только снижение борьба с ожирением не только использование препаратов снижающих вес но и таргетная терапия влияющая на адипокина которая уменьшает продукцию резина и агонист адипонектина влияет благоприятно на скелетные мышцы и антагонист лептина тоже влияет на мышечную массу но и конечно важнейшую роль играет физические упражнения мне хотелось на этом закончить слайде потому что это важнейший метод профилактики саркопении и как почечная недостаточность так и старший возраст не является противопоказанием для физических нагрузок они должны быть дозированы они должны быть индивидуально подобраны но подчеркиваю что здесь играет роль не только аэробные нагрузки традиционные но и силовые упражнения которые обязательно должны регулярно выполняться это один из важнейших путей борьбы саркопенией и с ее последствиями благодарю за внимание спасибо большое Михаил Юрьевич и мы быстро приступаем к продолжению нашей программы я предлагаю лекторам ответить письменно на поступившие вопросы если у нас получится мы на них ответим а я представляю следующего докладчика который осветит очень важную тему в практике терапевтов мы представляем доцента Камышова Елену Сергеевну доцента кафедры внутренних профессиональных болезней Сеченовского университета название представлено пожалуйста Елена Сергеевна Добрый день деструктивными деструктивными процессами в мочевых путях другой значимой причиной ее является нарушение свертываемости крови например она наблюдается при тромбоцитопатии хопиниях при передозировке антикоагулянтов почечная же гематурия может иметь гломерулярное происхождение и наблюдается при первичных и вторичных гломерулонефритах и гломерулопатиях или связано с поражением интерштиции канальцев различные метеологии в настоящее время для диагностики гематурии используют в основном тест-полоски которые с высокой чувствительностью выявляют любой гемоглобин как гемоглобин эритроцитов так и свободный гемоглобин в виде гемоглобинурии или миоглобинурии и поэтому в избежании ложноположительных результатов тестов на гематурии рекомендуется проводить обязательно микроскопию осадка мочи осадок мочи получают путем центрифугирования пробы общего анализа мочи и оценкой при световой микроскопии чаще всего происходит и выявление эритроцитов подтверждает наличие гематурии а изучение морфологии эритроцитов позволяет нам установить источник выявление измененных эритроцитов особенно в сочетании с эритроцитарными цилиндрами говорит о почечном характере гематурии более точные данные дает фазово-контрастная микроскопия которая позволяет с большей вероятностью и точностью выявить дисморфные то есть измененные эритроциты и акантоциты это особый вид эритроцитов измененных присутствие которых более 5% от общего числа эритроцитов в моче будет свидетельствовать именно о гломерулярном повреждении большое значение для диагностики также имеет оценка интенсивности гематурии мы можем говорить о микро- или макро-гематурии причем под макро-гематурии следует понимать именно изменение внешнего изменения цвета мочи и для этого не так много нужно всего лишь один миллилитр крови на один литр мочи мы оценивать должны клинические особенности гематурии стойкой она или транзиторная рецидивирующая сопровождается болевым синдромом или нет характер когда она появляется в начале в конце мочеиспускания или во время всего мочеиспускания здесь нам помогает двух- или трехстаканная проба можно оценить локализацию с помощью цистископии увидеть односторонней или двухсторонней является эта гематурия и также оцениваем отклонение других показателей общего анализа мочи стойкая безболевая и тотальная двухсторонняя гематурия чаще всего свидетельствует о почечном повреждении хотя описаны гломерулопати гломерулонефриты точнее которые могут сопровождаться рецидивами болевой макро гематурии которая конечно же будет являться тотальной и двухсторонней существует довольно много алгоритмов для дифференциальной диагностики гематурии в которых учитываются ее разные характеристики вот например при изолированной гематурии в первую очередь необходимо исключать ее непочечный характер для чего проводятся визуализирующие исследования дополнительные исследования системы гемостаза например и в случае изолированной гематурии при отсутствии других патологий ее почечный характер гломерулярный характер может подтвердить именно исследование морфологии эритроцитов. Если гематурия сопровождается, сочетается с протеинурией, там в осадке обнаруживаются эритроцитарные цилиндры, и при обследовании мы видим признаки других почечного поражения, то здесь нам на помощь приходит нефробиопсия, которая позволяет подтвердить диагноз почечного повреждения и его характер, что это пораженные тубулы интерстиции или канальцы, или это все-таки поражение именно клубочков. Наиболее частым гломерулярным повреждением, которое сопровождается гематурией и разными типами гематурии, как изолированной, так и сочетающейся с протеинурией, с нефротическим синдромом, с нарушением функции почек с артериальной гипертензией, является иммуноглобулин А, нефропатия. ИГА нефропатия представляет собой первичный гломерулунефрит, обусловленный преимущественным отложением в почечных клубочках иммунных комплексов, которые содержат аберрантно-гликозилированный иммуноглобулин А. Эту ИГА нефропатию часто называют болезнью Берже по имени французского исследователя, который в 1968 году впервые применил иммунофлюоресцентное исследование для оценки биоптата и выявил преимущественное отложение иммуноглобулина в почечных клубочках у пациентов с рецидивирующей макрогематурией и с микроскопической персистирующей гематурией. ИГА нефропатия это очень распространенная форма, наиболее распространенная форма первичного гломерулунефрита в мире. Пик заболеваемости, как правило, приходится на второе и третье десятилетия жизни, но болезнь может возникнуть в любом возрасте. Мужчины болеют чаще, есть некоторые различия в зависимости от популяции. Эта болезнь рецидивирует в трансплантате в большом проценте случаев, практически в половине случаев, но при этом выживаемость трансплантата все-таки выше, чем при других нефропатиях. Ключевым звеном в патогенезе ИГА нефропатии являются изменения в шарнирной области молекулы иммуноглобулина А1. В норме О-гликаны, которые присутствуют в этом регионе, содержат остатки серина трианина, к которым присоединяется N-ацетилгликозамин, к которому потом надстраивается глюкоза и может присоединиться сиаловая кислота, простите, не глюкоза, а галактоза и сиаловая кислота. А при иммуноглобулин А нефропатии присоединение галактозы не происходит из-за нарушения функции специфического фермента. И появляются недостаточно гликозилированные углеканы, галактозодефицитные углеканы, которые являются антигенами. И к этим антигенам могут вырабатываться антигликановые антитела, а преимущественно класса ИГГ. Другим необходимым условием для того, чтобы все-таки большое количество этого галактозодефицитного иммуноглобулина А1 образовалось, является активация МАЛЬС-системы, то есть это лимфоидные ткани, ассоциированные со слизистыми оболочками. В норме Б-клетки МАЛЬС-системы вырабатывают секреторные иммуноглобулина, которые выполняют защитную функцию. Вырабатывают они в ответ на стимуляцию вирусами, бактериями, пищевыми антигенами. Цель синтеза вот этого секреторного иммуноглобулина предотвратить проникновение микроорганизмов и пищевых антигенов со слизистых оболочек во внутреннюю среду организма. А при ганифропатии из-за дисфункции Т-клеток наблюдается повышенный переход Б-лимфоцитов со слизистых оболочек в кровоток и в циркуляции образуется большое количество галактозодефицитного полимерного иммуноглобулина А1, в то время как на слизистых его количество снижается, то есть снижается защитная функция. Получается, что в крови циркулирует много галактозодефицитного иммуноглобулина, который содержит в области шарнира фактически антиген, это N-ацетилгликозамин. К этому антигену могут вырабатываться антитела и соединяются антитела в иммунные комплексы, которые в дальнейшем откладываются в мизанги почек, вызывая повреждения почек. При ганифропатии обсуждается феномен молекулярной мимикрии, которая объясняет появление симптоматики, в частности макрогематурии, в момент инфекционного поражения. Оказалось, что некоторые вирусы и бактерии на своей поверхности экспрессируют N-ацетилгалактозамин, к которому в момент инфекции вырабатываются антигликановые антитела. В организме пациентов, у которых уже имеются галактозодефицитные иммуноглобулина А1, вот эти антигликановые антитела, которые выработались на бактерию, фактически на какой-то вирусный агент, они могут взаимодействовать с галактозодефицитным иммуноглобулином А1 и точно так же вызывать формирование иммунных комплексов и все дальнейшие патогенетические пути. Таким образом, можно сказать, что патогенез эгоанифропатии состоит из серии ударов и у пациентов, у которых имеются предполагаемые этиологические факторы в результате первого и второго удара, то есть повышение уровня галактозодефицитного иммуноглобулина А1 и продукции антител к этому иммуноглобулину образуются нефритогенные иммунные комплексы, то есть это третий удар, и вот эти нефритогенные комплексы наносят четвертый удар, откладываясь в почках, и формируя характерные морфологические изменения и характерную клиническую картину эгоанифропатии. На самом деле клиническая картина эгоанифропатии крайне разнообразна и варьирует от бессимптомной изолированной гематурии до быстро прогрессирующего гломероланифрита. Но классическим вариантом является синфорингитная макрогематурия, которая наблюдается чаще всего у лиц молодого возраста и характеризуется острым началом с эпизода макрогематурия, развивающегося на фоне инфекции, как правило, в момент начала инфекции или в течение последующих двух-трех дней. Может сопровождаться болевым синдромом за счет отека почечной паренхимы и транзиторной артериальной гипертензии. Лабораторно будет определяться гематурией, естественно, измененными эритроцитами, будут присутствовать эритроцитарные цилиндры, как правило, протеинурия. У некоторых пациентов наблюдается нарушение функции почек, причем может развиваться настоящая тяжелая острая почечная повреждения. Но в промежутках между эпизодами макрогематурии у ряда пациентов сохраняется микроскопическая гематурия, а у некоторых пациентов анализы мочи могут полностью нормализоваться. При бессимптомном варианте, который чаще развивается у пациентов старше 40 лет, будет наблюдаться персистирующая микрогематурия в сочетании с протеинурией разной степени выраженности и артериальной гипертензии. Есть атипичные формы ганифропатии, которые будут протекать с клинической картиной, характерные для той патологии, с которой га сочетается. Это может быть болезнь минимальных изменений с отложениями иммуноглобулина в мезанге, острое повреждение почек, которое как раз ассоциировано с эпизодами макрогематурии, а также быстро прогрессирующий гломиролунифрит с полулуниями и отложениями иммуноглобулина в мезанге. Иммуноглобулина анифропатия может развиваться вторично, и ее причиной может быть целый ряд заболеваний, включая болезни печени, кишечника, кожи, заболевания легких и бронхов, злокачественное новообразование и инфекции. А поскольку проявления будут одинаковые при первичной и вторичной форме, то здесь необходим диагностический поиск, который исключит все другие возможные вторичные причины анифропатии. Лечение иммуноглобулина анифропатии определяется риском прогрессирования и оценка риска производится на основании клинико-лабораторных данных и результатов морфологического исследования. И наибольшее значение имеет скорость клубочковой фильтрации, как правило, на момент установления диагноза или проведения биопсии почки, выраженность протеинурии, присутствие артериальной гипертензии, метаболических нарушений. И если касаться морфологических критерий, то это степень пролиферации и выраженность склероза. Недавно был разработан международный калькулятор риска оценки прогрессирования, который включает 12 показателей и позволяет оценить риск снижения скорости клубочковой фильтрации на 50% или риск достижения терминальной почечной недостаточности через определенный период времени. Причем этот период времени мы можем сами выбрать, он варьирует, верхняя граница до 80 месяцев после биопсии почек. Его ограничением является тот факт, что данные, которые вводятся в этот калькулятор, есть ссылка, его известно, его можно найти, вот эти данные надо вводить только на момент биопсии почки. Данные другие, они в этом случае не будут работать. Лечение в целом состоит в обеспечении пациентам оптимальной поддерживающей терапии, которая будет включать коррекцию артериальной гипертензии с достижением целевых значений, модификацию образа жизни, оценку риска сердечно-сосудистых осложнений и вмешательства необходимые, если этот риск повышен, всем пациентам с протенурией более полуграмма в сутки, независимо от того, есть у них артериальная гипертензия или нет, рекомендуется назначать нефропротективную терапию препаратами, блокирующими ренино-ангиотензиновую систему. И эта рекомендация имеет очень высокую степень доказанности. Если же пациенты не отвечают на оптимальную вот эту нефропротективную терапию, если у них достигнут адекватные уровни артериального давления, но сохраняется протенурия более грамма в сутки, и при этом фильтрация, скорость клубочковой фильтрации превышает 30 мл в минуту, то таким пациентам предлагается проведение шестимесячного курса монотерапии стероидами. В отношении других препаратов, в частности цитостатиков, доказательная база не столь велика, но, тем не менее, в отечественных рекомендациях, пациентам, у которых сохраняется высокая протенурия, приемлемый уровень, скорость клубочковой фильтрации, и высокий риск прогрессирования, предлагается назначать стероиды в сочетании с препаратами микофеноловой кислоты, а пациентам, у которых наблюдается быстропрогрессирующий нефритический синдром, имеется выраженная пролиферативная активность, по данным морфологического исследования биоптата почек, предлагают назначать активную иммуносупрессивную терапию, включающую комбинацию глюкокортикостероидов и циклофосфамида. Сомнения и вот та самая недостаточное число доказательств эффективности в отношении ряда препаратов, которые применяются для лечения, уже давно применяются для лечения гонифорпатии, она нашла свое отражение в последней версии международных клинических рекомендаций, но это не значит, что, наверное, нельзя использовать, это значит, что необходимы исследования, дальнейшие исследования, рандомизированные клинические исследования, чтобы подтвердить эффективность, потому что у врачебных сообществ, конечно же, есть свой опыт, но то, что мы сейчас знаем, это действительно опыт отдельных исследований, когортных исследований, и вот эту пользу от проводимой терапии надо доказать. поэтому в целом вот эти международные рекомендации достаточно осторожны, и известно, то есть с уверенностью обсуждается, что тем пациентам, у которых не достигнут ответ, и у них снижены фильтрации, им просто рекомендуется усилить оптимальную терапию, тем, у кого фильтрации больше 30, и эффект от лечения, ну, фактически нефропротективного не достигнут, им обсуждается назначение стероидов, а для всех остальных пациентов, видимо, мы в ожидании вот этих будущих результатов рандомизированных клинических испытаний должны руководствоваться, скорее всего, здравым смыслом, собственным опытом, и коллективным опытом, и интересами пациентов, вот выбирая тактику лечения таких больных. Здесь я привела пример заболевания, которое протекает вот с характерными рецидивами макрогематурии. Это был подросток, это есть подросток, прошу прощения, 10 лет, у которого при обследовании во время подготовки к операции варикоцели была обнаружена эритроцитурия. При выполненной экскреторной урографии выявлен правосторонний нефроптоз, который, ну, как решили, явился причиной вот этой самой эритроцитурии. Причем нефроптоз был совершенно незначимый, можно было сказать пограничный, то есть подвижность почки около 3 см, что практически норма. В последующих анализах эритроцитурия примерно на том же уровне сохранялась, однако, через некоторое время, во время, в период очередного респираторного заболевания, он отметил потемнение мочи, то есть, причем это была именно яркая макрогематурия. Единственное, у него был не вид мясных помоев, а цвет скорее кока-колы или крепкого чая, но это зависит от PH мочи. И в дальнейшем, в течение нескольких лет, вот такие эпизоды макрогематурии на фоне респираторных инфекций появлялись регулярно. Со временем присоединилась протеинурия, которая стала нарастать. И, учитывая вот такую клиническую картину, была выполнена нефробиопсия, которая выявила характерные изменения в виде очаговой пролиферации мезангиоцитов, очагового расширения эсклероза мезангия и отложения преимущественной иммуноглобулина А в сочетании с иммуноглобулинами МГ и С3 компонентом комплимента очагового гранулярного характера на гломерулярной базальной мембране. Это позволило диагностировать болезнь Бирже или ИГА нефропатию. У пациента были исключены системные заболевания и инфекции. От нефропротективной терапии в тот момент воздержались, у него сохранялись эпизоды рецидивирующей макрогематурии, протенурия была, в общем-то, минимальна. Через несколько лет ему выполнили танзилоктомию в связи с хроническим имеющимся выраженным танзилитом, после чего он отметил исчезновение фактически эпизодов макрогематурии, то есть он теперь очень редко в момент респираторных инфекций наблюдает некоторое потемнение мочи, которое никак не сравнится с тем, что у него было раньше. Однако, при сохраняющейся минимальной протеинурии, при персистировании микрогематурии, через несколько лет у него стало наблюдаться повышение артериального давления, в связи с чем ему был назначен ингибитор ангиотензин, превращающий ферментов изинаприл. Несколько позже присоединились обменные нарушения гиперурекемии, дислипидемии, что позволило назначить аторвостатин и фибуксостат, и пациент пропал. Несколько лет он не обращался ни к нефрологу, ни к терапевту, анализы контролировал очень редко, дозы препаратов не менял. И вот при контрольном обследовании в сентябре 2021 года, когда ему уже было 28 лет, оказалось, что у него сохраняется повышенное давление, не достигнуты целевые значения, у него сохраняются обменные нарушения, несмотря на то, что он принимает препараты, и что более печально, у него повышен креатинин немного, 120 при норме 115, но тем не менее, для молодого человека 29 лет, и снижена скорость кубочковой фильтрации. Поэтому здесь как раз пример вот такого течения иммуноглобулина нефропатии, которую, в общем-то, довольно долго, давно считали такой доброкачественной гематуреей. Обратите внимание, что у этого пациента не было тяжелого нефротического синдрома, то есть у него не было каких-то таких значимых факторов прогрессирования, но тем не менее, за 13 лет, вот с момента выявления болезни, функция почек у него начала утрачиваться. Мы усилили нефропротективную терапию, терапию направленную на коррекцию обменных нарушений и рекомендовали пациенту чаще наблюдаться. Таким образом, хочется отметить, что при любой гематурии нужно проводить диагностический поиск. Если у пациентов с уже подтвержденным гломерулярным повреждением есть гематурия, она нарастает, появляются эпизоды макрогематурии, то это может свидетельствовать об активности болезни и необходимо мониторировать гематурию, особенно при некоторых формах гломерулы нефритах, и в частности, при иммуноглобулина нефропатии, поскольку это может иметь, по-видимому, прогностическое значение. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Сергеевна. Глубоко уважаемые коллеги, мы благодарим вас за внимание. Мы с Натальей Викторовной завершаем данную секцию. Надеемся, что наши доклады вам пригодятся в вашей практической деятельности. А вопросы на ответы, которые возникли по ходу наших лекций, вот полноценно лекторы осветили в чате, вы можете с ними ознакомиться. Мы благодарим вас за внимание и надеемся, что на следующие такие же плодотворные встречи. Всего доброго, мы уступаем место следующим нашим докторам.